Я тут узнал, что накануне Юрий Евгеньевич наш презентовал книгу своё, между прочим. Да, а я тоже узнала об этом, следила «Люди в восхищении». Весть ширится. Юрий Евгеньевич, доброе утро. Поздравляем. Военный эксперт и писатель Юрий Фёдорович. Спасибо. Расскажите про книжку, может, покажите её всем. Украинский фронт Третьей мировой войны Юрий Фёдоров. Шикарно. Шикарно. Здорово оформлено. А внутри картинки есть? Карты, Юрий Евгеньевич. Карты, которые присылаете. Ой, там я вижу прям много. Вот и карты, пожалуйста. И карту прислал Юрий Евгеньевич. Юрий Евгеньевич, и заказать можно как-то по интернету? Можно, да. У издателя. Это русская традиция. Такая есть организация в Праге. Которая занимается вот... Ну, в последнее время она очень активно выступает с антивоенных позиций и с антипутинских позиций. Да, книгу там можно заказать. Они перешлют за умеренную плату. Расскажите несколько слов о книге. И что туда вошло? В общем, там три части, три блока вопросов. Первая связана с подготовкой агрессии. Как она готовилась? Какие концепции, какие взгляды были заложены в российское военное строительство? И как развивались события перед началом войны? В том числе я сознательно много внимания пытался уделить тому, что Москва в общем ввела такую утративую стратегию. То есть, с одной стороны, были выдвинуты ультиматумы Западу. Ну, известно там это высказывание Рябкова, замминистра иностранных дел. Убирайте, значит, собирайте монатки, убирайтесь отсюда. Отсюда имеется в виду вся Центрально-Восточная Европа. И не только Балтия, но и вся Центрально-Восточная Европа. И одновременно же готовилась военная операция против Украины. Вот эти два момента были не случайно заложены во внешнюю военную политику России. Вот это, на мой взгляд, показывает, что это одно из свидетельств того, что Москва рассматривала и рассматривает сейчас войну в Украине как первый акт некой большой или войны, или военно-политической экспансии, или военного шантажа с целью, скажем так, резко укрепить свои собственные позиции в Европе, вернуться к ситуации холодной войны и одновременно расколоть единый фронт. Ну, если можно говорить о едином фронте Запада, то есть, прежде всего, Соединенных Штатов и Европейского Союза, европейских союзников Америки по НАТО, а вот расколоть этот единый, более или менее единый фронт. Значит, следующая часть этой книги, она из трех частей состоит, посвящена войне, собственно говоря, войне. Ну, понятно, что война идет, и как она будет развиваться дальше, мы сказать не можем, во всяком случае, я не могу прогнозировать. Но вот события описаны вплоть до ноября прошлого года. Есть издательские всякого рода нормы и правила, невозможно менять существенно, сколько-нибудь существенно, тексты, которые уже сданы в издательство. Ну, вот по состоянию на конец ноября, на середину конец ноября прошлого года, в общем, более или менее, на мой взгляд, более или менее приличная такая хронология. Не хронология, а попытка анализа того, как развивались события на фронте, почему проводился российский Блицкрик, ну и так далее, и тому подобное. Отлично, я что-то вчера не догадался, пришлите ссылочку, пожалуйста, где можно заказать книгу издательства, там вот это все, я включу в описание после нашего эфира, хорошо, Юрий Евгеньевич? Конечно, обязательно пришлю, а как же. Отлично. Ну, значит, последняя часть, в ней пытается, значит, я пытаюсь дать ответ на вопрос, а что делать с Россией? Вот такой знак вопроса, она посвящена некоторым моментам послевоенного урегулирования, ибо война рано или поздно кончится, мы не знаем, как она кончится, но, видимо, все-таки кончится, она не может идти бесконечно. Значит, встанет вопрос, как строить систему безопасности в Европе, и вот на эту тему есть уже некоторые размышления. Вот такая книга, да, писал я ее довольно не очень долго, несколько месяцев, но вот она появилась на свет, что, конечно, очень для меня, для меня. Поздравляем еще раз. Поздравляем, Юрий Евгеньевич, это очень-очень здорово. Возвращаемся к нашим обычным делам, и накануне мы обещали, что уже два дня все обещаем и обещаем. Юрий Евгеньевич, значит, обратил внимание на доклад трех представителей республиканской партии о том, как победить Россию. Вот, ну, чем привлекло внимание, что это вообще за работа? Значит, действительно, в конце прошлой недели в Вашингтоне появился некий текст, текст написанный, ну, или подписанный, по крайней мере, тремя видными деятелями республиканской партии, председателями комитета палаты представителей по международным делам, по вооруженным силам и по разведке. Ну, то есть, те ключевые комитеты, которые связаны с формированием военной политики Соединенных Штатов. Соответственно, возникает вопрос, зачем такой текст написан? Называется он «Предлагаемый план победы в Украине», дословный перевод с английского языка. И чем он примечательен? Он примечательен тем, что вот эти вот деятели республиканской партии, во-первых, очень жестко поставили вопрос о том, что Соединенные Штаты должны гораздо более активно, чем это делает, и целенаправленно, чем это делает нынешняя администрация, помогать Украине с тем, чтобы нанести поражение России. Там очень много посвящено критике администрации Байдена по этому вопросу. Масса разных соображений, достаточно резких, я бы сказал. Ну и предлагаемая стратегия Соединенных Штатов, она сводится к трём пунктам. Первый пункт, значит, нужно дать Украине всё то оружие, которое она просит. У Соединенных Штатов есть для этого возможности. И нужно помогать Украине. Потому что помогая Украине, Соединенные Штаты помогают самим себе. Второй момент заключается в том, что нужно... Второй элемент этой стратегии – это существенное ужесточение санкций, потому что санкции работают достаточно плохо, это мы все знаем. Москва научилась обходить санкции. И третий момент связан с тем, откуда взять деньги. Деньги предлагается брать из тех авуаров, которые заморожены сейчас в западных банках, российских авуаров замороженных, и, соответственно, использовать их для помощи Украине. Вот, собственно, три основных момента этой стратегии. Плюс там довольно много говорится на тему о том, о том, как Украина использует американскую помощь. И говорится не случайно, потому что, в общем, достаточно расхожая такая точка зрения есть в западном мире, о том, что используется эта помощь не рационально, а иногда и просто расхищается. Или, значит, каким-то образом используется не по назначению. И вот там приводится заключение и точки зрения многочисленных американских проверок, в том числе осуществленных генеральным инспектором Пентагона, вооруженных сил Соединенных Штатов, которые очень внимательно следят за использованием военной помощи в Украине. И сказано, что, в общем, все в порядке. Никаких злоупотреблений, расхищений и так далее, в общем, нет. Вот таково основное содержание этого доклада. Теперь вопрос в том, а почему он появился. А появился он по одной простой причине. Отключение позиции Байдена и его администрации, точнее, администрации Джо Байдена по Украине достаточно, в общем, мы знаем, она достаточно такая, ну, мягко говоря, мягкая позиция, прошу прощения за татологию, не очень уверенная. И вот давно уже ожидалось, и мне казалось, что это должно случиться, значит, в условиях предвыборной борьбы позиция по Украине и политика Соединенных Штатов в отношении Украины и военной в Украине, в отношении России будет одним из серьезных пунктов и объектов предвыборных дискуссий. И республиканцы будут достаточно жестко критиковать Байдена и демократическую партию за не очень ясную стратегию и не очень понятную для американского общества, о чем, собственно, вы хотите в Украине. Вот, и это действительно может принести республиканцам достаточно большие дивиденды во внутренней политике, вот в предвыборной борьбе. Но это один момент. Понятно, что то, что происходит в Соединенных Штатах, очень важно, но, тем не менее, это внутренние проблемы Америки. А вот есть другой момент. Республика отцов постоянно обвиняет в том, что они придят в власти, они либо резко прекратят, либо резко сократят помощь Украине, либо ее вообще прекратят. И это действительно, видимо, для республиканцев достаточно болезненные удары и болезненная критика. Значит, нужно ответить на эту критику, и они отвечают, если мы придем к власти, если мы придем, значит, помощь в Украине усилится и увеличится. И здесь, конечно, тут уж я отвлекаюсь от этого доклада, значит, возникает вопрос, который начинает дебатироваться, а что означает, собственно говоря, вот эта формула Трампа, если я стану президентом, значит, я прекращу войну в один день. Вот что это значит? Это значит, что он прекратит помощь Украине, выкрутит руки Киеву и заставит идти на какие-то переговоры, на капитуляцию или на, ну или на почти капитуляцию, или наоборот, будет резко уже усилена и интенсифицирована поддержка на Украине, и политика в отношении России резко изменится, и будет гораздо более жесткой. Но вопрос открытый пока. Ну и ещё буквально у нас есть пара минут для того, чтобы обсудить, возможно, новое направление развития, значит, развития наступления армии России, потому что ВСУ, представитель силы обороны ВСУ Таврического направления Александр Штупун заявил, что российские войска поставили перед собой новую цель, взять Новомихайловку в Донецкой области. Что это за направление, и как вы оцениваете эту возможность? А давайте посмотрим на карту, и многое станет ясно просто из этой карты. Вот Новомихайловка – это маленькое село, или населённый пункт, скажем так, бюрократический, который находится к югу от Марьин. И вот на этой карте очень хорошо видно, что есть такой выступ, направленный, ну, примерно там километра 3-4, как я понимаю, в глубину, направленный в сторону оккупированной территории Украины. Вот, видимо, задача, которая была поставлена перед российской армией, на этом направлении заключается в том, чтобы ликвидировать этот выступ, ну, таким образом, чтобы окружить находящуюся там группировку, видимо, не очень большую, но просто в этом выступе не поместится войск, но, значит, окружить и, соответственно, как-то уничтожить или заставить, заставить эвакуироваться, заставить уходить и отступать. Значит, понятно, что такой выступ всегда воспринимается болезненно, той стороной, против которой он направлен, на территории, в которой он находится, и, естественно, усилия возникают и будут возникать на то, чтобы такие выступы ликвидировать, просто, как это называется, выровнять линию фронта. Вот это и происходит. Ничего, как мне кажется, ничего выходящего за сугубо тактические рамки на этом участке фронта не происходит. Ну, вот какие-то победы, какие-то достижения, мы уже об этом постоянно говорим, в Москве, в политическом руководстве России и, видимо, высшему военному командованию, конечно, какие-то достижения и победы очень важны. Ну, просто потому, что нужно отчитываться, и президент Путина нужно отчитываться перед избирателями, нужно доказывать, что не все так застряло на фронте, не все так заморожено. Мы все-таки ведем какие-то, достигаем каких-то успехов, об этом постоянно пишет и говорит российская пропаганда, но, в общем, нужна фактура. Нужна фактура, нужны какие-то реальные свидетельства. Нужно это военному командованию, потому что возникает вопрос, а, собственно, за что вы получаете зарплату, если у вас нет никаких успехов, не нужно ли обновить состав высшего военного руководства? Это тоже важный вопрос, который постоянно, видимо, в Кремле обсуждается так или иначе. Ну, и понятно, что военное командование тоже хочет добиться каких-то побед. Но вот в этой ситуации вокруг Новомихайловки, в общем, да, видимо, здесь речь идет о том, чтобы ликвидировать этот выступ и подать это как большую победу, ну, или как очередную большую победу, как развитие, наступление, которое было направлено на Марию. Спасибо большое, Юрий Федоров, наш военный эксперт. Еще раз поздравляем с выходом книги. Ссылка будет в описании через некоторое время.